Время и история, опыт и труд, профессионализм и креативность, передовые технологии и престиж, качество и традиции, команда и успех. И все это 50 лет пути и триумфа открытого акционерного общества «Кузлетмаш». На пороге нового рубежа «Кузлетмаш» начинает отсчет новых свершений. Сегодня мы видим, что предприятие преобразилось, оно сегодня выполняет все поставленные задачи, выросло производство, создано большое количество новых рабочих мест. Ну и очень важно то, что люди поверили, что есть такое предприятие, оно имеет яркое, светлое будущее. И мы сегодня это видим по тем инвестициям, которые предприятие направляет на свою инвестиционную деятельность. Сегодня уверенность в успешном будущем «Кузлетмаша» выражают не только те, кто трудится на предприятии, но и представители власти, партнеры. Сегодня поставлена задача руководителю предприятия все-таки вернуться на уровень прошлого года, то есть не менее 100%. Ну и эта работа проводится, и я думаю, что коллектив справится с поставленной задачей. Тем более, что я уже второй раз на этом предприятии, когда-то я сам приложил руки к этому предприятию. Поэтому уверен, что предприятие имеет продукт, который востребован и на территории Республики Беларусь, и за пределами нашей страны. Сейчас перед «Кузлетмашем» стоит непростая задача – возродить эту отрасль и дать промышленным предприятиям, таким гигантам, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, отечественное прессовое оборудование, кузнечное оборудование, оборудование для литейного производства. И я думаю, что нынешнему коллективу нашего предприятия «Кузлетмаш» это по силам. Мы помним традиции, мы помним тот вклад ветеранов, основателей нашего предприятия. И, конечно же, не забываем о том, что невозможно поступать на развитие без воспитания нового поколения инженеров, без инвестиций, без закупки нового оборудования. Все это на «Кузлетмаше» сегодня есть. Выступая перед коллегами на торжественном мероприятии, губернатор обозначил вехи непростого пути предприятия за период его существования. Петр Пархомчик четко обозначил и путь, по которому предприятие будет двигаться и развиваться, а значит, покорять новые экономические вершины. Коллектив готов к реализации самых смелых планов. В этом заверил руководство области и города директор открытого акционерного общества Максим Захаренко. Сегодня открытое акционерное общество «Кузлетмаш» – это идущее в одну новую современную предприятие, специализирующееся на выпуске кузнечно-прессового и технологического оборудования для литейного производства и прочей продукции промышленного назначения, и занимает достойное место на рынке Республики Беларусь и за ее пределами. Достижение «Кузлетмаш» – это результат грамотных и взвешенных решений, благотворной и сплоченной работы всего коллектива. Сегодня, спустя пять десятилетий, нам есть чем гордиться. Гордиться коллектив и теми, кто демонстрирует высочайший пилотаж при изготовлении сложного оборудования, кто бережно хранит и приумножает традиции родного завода. Десятки человек выходили на сцену, чтобы из рук губернатора Петра Пархомчика, генерального директора Белаза Сергея Лесина, мэра города Валерия Рябковца под горячие аплодисменты коллег получить высокие награды. Сегодня «Кузлетмаш» входит в число ведущих промышленных предприятий Республики Беларусь и прочно удерживает позиции в сфере машиностроения, эффективно выполняет поставленные задачи, развивается в ногу со временем и строит новые планы. И его труженики, ветераны и те, кто недавно пришел на предприятие, заслуживают признательности и благодарности, отметил, обращаясь к собравшимся в зале, председатель горисполкома Валерий Рябковец. Мне сегодня приятно поздравить всех вас с прекрасным юбилеем нашего волообразующего предприятия «Кузлетмаш». Хочу сказать вам благодарность тем, кто в 70-е годы заложил камень развития данного предприятия. Годы тоже были непростые. Кто трудился на предприятии? Кто 12 лет назад, как уважаемый губернатор говорил, поднимал это предприятие, сдал ему второе рождение? Сегодня это знаковое предприятие. В будние праздники мы отдаем дань уважения машиностроителям, «Кузлетмашевцам», благодаря которым Пинск стал городом машиностроителей, изделия рук которых приносят славу не только предприятию, но и всей стране. В этот юбилейный день я бы хотел пожелать в первую очередь моим подчиненным, моему дочернему предприятию сил, энергии, терпения и успехов на этом непростом пути. Праздник великий, путь пройден серьезный, и это сделали, конечно, люди, которые работают на этом предприятии. В первую очередь, конечно же, добрые слова ветеранам данного предприятия, которые стояли в истоках создания этого предприятия, которые отдали свою трудовую жизнь этому предприятию, ну и тому молодому поколению, которому нужно не просто сохранить, а приумножить то, что сделали те поколения, которые стояли в начале создания этого предприятия. С праздником вас! С праздником вас!